Ну вот Владимир Семенович, такой пример русского человека, ну которого, скажем так, был Бог в душе, можно так сказать, да? Вот взять его тексты, даже, например, песня «Купола российские», вот есть там фраза такая, про колокол там, да, почему? А, не, про купола, почему не трое кровит к чистым золотом, чтобы чаще Господь замечал. Вот, первый момент такой, и вот в конце песни тоже есть такой, как бы, смысл, душу сбитую утратами, дотратами, душу стертую перекатами, если до крови лоскут истончал, золотаю золотыми я заплатами, чтобы чаще Господь замечал. То есть это, как бы, как на мой взгляд, это говорится о покаянии, то есть когда душа человеческая уже изранена грехами, вот эти вот, это самое покаяние и есть, вот эти вот моменты, да. Еще есть песни, я не люблю момент такой, вот только жаль распятого Христа. В советское время, вообще, как бы, знаете, очень, как бы, сбоялись люди об этом говорить вообще, вот. Вот, да, поэтому я считаю, что он все-таки был таким духовным человеком, душевным, духовным. Давай сейчас, что это духовное и душевное испорю. Давай, как бы, царство небесное ему, вот. Ну, я хочу спеть песню свою, как бы, на музыка моя, стихи Николая Гоголя, нашего известного писателя. Показал. Да, называется «К тебе, Матери Пресвятая». К тебе, Матери Пресвятая, Терзаю вознести свой глаз, Лица слезами омывая, Услышь меня в сей скорный час, Прими теплейшие моленья, Мой дух от бед и зол и спад, Пролей мне сердце умиленье, На путь спасения направь. Да буду чужд с твоей я воли, Готов для Бога все терпеть, Будь в небо крово горькой доли, Не дай в печаль умереть. Ты всем прибежище несчастный, За всех молитвенец о нас, О защите, когда ужасны, Услышим судный Божий глаз. Когда закроет вечность время, Глаз трудный мертвых воскреси, И книга совести все время Грехов моих изобречит. Покровь ты верный, миограда, К тебе молюсь я всей душой. Спаси меня, моя отрада, Умилосердность надо мной. Спаси меня, моя отрада, Умилосердность надо мной.